Сейчас с нами на связи Александр Морозов, российский политолог. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Александр, давайте начнем с санкций. Вчера суд Евросоюза удовлетворил иск акционеров Альфа-Банка Авана и Фридмана об отмене санкций, введенных против них Советом ЕС. Но это касается периода с февраля 22 по март 23 года. То есть, по сути, сейчас они все равно в черном списке по решению уже следующего этого года. Но сам факт. Не создаст ли это прецедент? И насколько это может быть плохим сигналом? Ну да, действительно есть решение суда. И, как правильно вы сказали, это не ведет к снятию санкций с Петра Авина и Фридмана сейчас. Но если говорить о перспективе, то я бы сказал так. Нет. Какой-то радикальной перспективы из этого события не происходит. Если посмотреть, недавно российский крупный бизнесмен, один из создателей Яндекса, как известно, господин Волош, тоже вышел из-под санкций. Происходит это и в том и в другом случае, как мы видим, в ситуации, когда эти бизнесмены намереваются продать все свои активы в России и выйти вообще из российской экономики, российской политики. И это единичные случаи. Нет никаких сомнений, что в целом система персональных санкций будет сохраняться и дальше. Ну и, может быть, да, можно сказать сегодня и так, что через, во всяком случае, два года войны активной, вероятно, требуется довольно внимательная ревизия. Кто не под санкциями, а должен быть под санкциями. А может быть, кто-то, надо смотреть заново, может быть, кто-то вполне и может быть освобожден от санкций. Но я подчеркну, это не, конечно, ни в коем случае не должно быть, там, сказать, таким вопросом, ну, такой, как бы, не паники, вот, как бы, снимают санкции, какой ужас и так далее. Но в то же время не должно быть и вопросом, ну, так сказать, какого-то злорадства. Думаю, что Авин, мы знаем про него, что он живет в Латвии, он уже не в России. Фридман тоже, он приезжал в Россию, но большую часть времени проводит не в России. Вокруг этой истории, конкретно с этими людьми, знают все, что их адвокаты даже вовлекли в поддержку их довольно известных деятелей российской политической жизни. То есть и руководство мемориала подписало письмо несколько месяцев назад, то есть в конце прошлого года. И ряд известных российских журналистов и оппозиционных. Таким образом, здесь непростая конструкция, мы знаем даже, что, как я помню, даже и Украина, так сказать, вела такие переговоры о том, что, может быть, можно пойти навстречу конкретно Михаилу Фридману, который и в начале войны, и, видимо, и сейчас продолжает в той форме, в которой может поддерживать Украину в этой войне. Ну вот многие политики раскритиковали это решение. К примеру, Юлия Навальная, она назвала вредным это решение снять санкции с олигархов. И тут я процитирую, оно только ослабит антивоенное движение и поможет Путину дольше оставаться у власти. Вот с такой формулировкой вы согласны? Я видел ее заявление, оно вполне понятно, потому что фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального последовательно боролся и очень активно с российскими олигархами и правильно делал, потому что он разоблачал их и тесные связи с властями. Не просто тесные связи с властями. Понятно, что все, кто занимается бизнесом, имеют связи с властями. Но здесь речь в этих разоблачениях шла о том, что эти люди, они и пользуются своей близостью к власти для наращивания капиталов. И, то есть, являются частью целой, как бы, не просто экономической, но и политической системы. Так что Юлия Навальная, в целом, ее заявление верное. Она, конечно, неудачно очень в своем заявлении в начале, как бы, сказала о том, что европейские политики, связанные с этой отменой санкций в отношении Авена и Фридмана. Но, реально, это просто сделал суд. Если мы возьмем европейский политический эстеблишмент, то в нем, ну, за исключением, может быть, Орбана, главы Венгрии, никто не сомневается в том, что персональные санкции должны сохраняться в отношении и ближайшего окружения Путина, и политического, и экономического. Так что здесь вопрос суда. Да, это победа в конкретном суде. Я думаю, что Авен, которого мы сейчас видим, будет продолжать борьбу на следующем уровне, подавать новые иски. Ну, так сказать, посмотрим, чем это кончится. Я думаю, что по-своему Юлия Навальная здесь права, потому что ее позиция нам понятна. Дело в том, что в конечном счете вся эта система, в том числе и та, в которую входил и входит Альфа-групп, она в конечном счете и убила Алексея Навального. Это все, конечно, хорошо понимают. И поэтому все ждут, что такие люди, как Авен или Фридман, действительно сделают более определенные заявления и займут более определенную публичную позицию в отношении путинского режима, если они хотят выйти из этой всей системы и жить какой-то другой жизнью. Еще одну тему хочу с вами обсудить. Россия и неонацисты. Накануне стало известно, что РФ предоставила убежище гражданке Германии Дагмар Хэн, мол, она поддерживает политический курс России. И вот, как пишут важные истории, Хэн ранее оправдывала Гитлера, ведет популярный у неонацистов блок. Два года назад она приехала в Россию, сотрудничала с российскими пропагандистскими СМИ. Ну и после интервью Путина, где он заявил, что поляки вынудили Гитлера начать Вторую мировую, ну уже, честно говоря, мало что удивляет. И даже вот этот факт, что гражданину Германии дали, которая тоже оправдывает Гитлера, дали убежище. Но все же я вас попрошу, прокомментируйте эту историю. Знаете, очень коротко можно здесь сказать. Понял, таких эпизодов было несколько за последние 10 лет, и все они кончались какими-то скандалами. То есть, касалось ли это знаменитого французского актера и режиссера Депардье, который вдруг там получал российское гражданство и даже квартиры, а потом через несколько лет в ужасе он все это бросил. И была семья немецкая, которая тоже, значит, такая очень религиозная семья, которая вдруг реально поверила, что в России традиционные ценности, в отличие от Германии, и взяла детей и уехала куда-то в глушь России. И там через год буквально им открылся весь ужас, значит, той жизни, в которую они переселились, почему-то доверившись всей этой пропаганде. И такая же история с этой немкой, о которой сейчас пишут. Известно, что она глубоко заражена конспирологическими идеями самого разного рода. И она не просто евроскептик, она именно такой конспиролог, и блок ее конспирологический. И она совершенно искренне убеждена, что там существует какой-то, вот то же самое, как Путин говорит, там, англосакса, весь этот комплекс мифологического описания геополитической реальности. И вот она приняла это решение, ее принимают. Но кончится все это буквально через год, каким-то скандалом, ее слезами. Я не сомневаюсь в этом. По ситуации в России, Оренбург втонет вслед за Орском, а в области зон затопления уже вывезли около 8 тысяч человек. Давайте для начала разберемся, кого назначат виновным в прорыве дамбы. Да, это интересный вопрос, потому что из того, что мы сейчас видим, и то, что сообщают независимые медиа, складывается впечатление, что, ну, как обычно, идет борьба этих российских башен и аппаратов, которые пытаются свалить ответственность друг на друга. И вообще это занимает большую часть всей этой внутриполитической жизни в России, попытки свалить ответственность на другое ведомство. И очевидно уже, что при строительстве дамбы, конечно, имелись какие-то, как сейчас постоянно в России, какие-то технологические нарушения, связанные с коррупцией. Дамбу построили плохо, поэтому отвечать будут те, кто ее строил. Во-вторых, хорошо видно, что власти регионов этих, видя, что в марте уже начинается большая проблема с подтоплением в Казахстане, не предприняли необходимых мер и не предупредили население. А некоторые из руководителей просто, наоборот, призывали всех оставаться на местах не нервничать. И я думаю также, что МЧС показало довольно слабо себя в первые дни этой природной катастрофы. Что, мне кажется, вполне естественно, потому что, я думаю, и население даже это выражает прямо в своих репликах, мы это видим. Ну, какая-то часть, конечно, населения, не все, а какие-то отдельные люди. Но они очень ясно выражают эту позицию. Они понимают, что силы Кремль все бросил на освоение оккупированных территорий. Туда брошены все вот эти специалисты по чрезвычайным положениям. И сзади Россия оголена в этом отношении. И отсюда вот такой хаос при кризисе, как при теракте в Крокус-Сити, так и сейчас во время этой природной катастрофы. Ну вот интересный факт. Известия пишут, что власти Орска выделили на благоустройство площади возле администрации в 167 раз больше денег, чем на годовое содержание этой дамбы. Даже на клумбы больше выделяли. Перед прорывом дамбы за ней следило лишь два человека. Вот эти факты о чем говорят? Они говорят о том, что вся эта система управления, которая Путиным так настойчиво создавалась в первое десятилетие его правления, она теперь как бы идет в обратную сторону, ест свой собственный хвост и на наших глазах слабеет и разлагается. В ней нарастает такая как бы хаотизация. Это чувствуется по многим и многим признакам. Ведь дело в том, что надо такую видеть прямую линию. Знаете, вот здесь реакция властей на природную катастрофу. А вот посмотрите, вот реакция властей на мятеж Пригожина. Все тоже смотрели там первые три дня, думали, что это, как это может быть, кто здесь реагирует, кто вообще здесь отвечает за что-то. Значит, когда вооруженные люди движутся там из одной губернии в другую российскую. Здесь такая же ситуация. Все заливает. При этом, собственно, власти не могут ясно сформулировать или обозначить ни кризисный штаб для населения очень четко, ни ответственных за все это. Федеральные власти, совершенно явно видно, федеральные руководители аккуратно отстраняются от всего этого. Включая самого Путина, который в эти дни, вместо того, чтобы полететь в Оренбургскую область, видимо, занимается подготовкой собственной инаугурации на 7 мая. Там где-то, так сказать, будут ходить гвардейцы Преображенского полка в позументах. И населению будут показывать величие вождя, в то время как население плавает на лодках. И, собственно говоря, полиция не в состоянии справиться с мародерством, которое происходит там. По поводу того, что Путин не хочет ехать и не планирует, как говорит Песков, ехать в вот эти затопленные районы. Мы уже такое видели, когда был теракт в Крокусе, он тоже не захотел ехать. Это же на место трагедии, на место, там, где убили сотни россиян. Вот получается, что псевдовыборы прошли, и все, диктатору как-то не до проблем людей. Он конструирует себе свою собственную линию какую-то в своем этом таком уже тоже фантастическом геополитическом мире. Ясно, что для него там важнее полет в Китай и встреча с председателем СИИ, которую Лавров ездил сейчас готовить. Путин настолько давно власти, что он полностью адаптировался к населению, которое у него есть, и к поведению этого населения. Знает, на что население способно, на что нет. Путин уверен, что летать не надо, надо заливать деньгами. Это известная тактика, к которой Кремль прибегает всякий раз. И что он сейчас и делает, то есть, собственно говоря, обещая достаточно большие выплаты пострадавшим за жилье. И на это он полагается. Все это очень грубая, крайне грубая схема. Она, конечно, не предполагает никакого представления о каком-то обществе или о каком-то народе, о котором Путин часто любит говорить в своей публичной риторике. Нет, я думаю, что здесь очень жесткая, демонстрируется жесткая такая и крайне примитивная политическая линия в отношении этой катастрофы. Ну вот, кстати, Верстка пишет, что в соцсетях сейчас появились тысячи комментариев ботов, которые защищают и местные власти, хвалят Путина. А для чего это? Вот на этом у них тоже есть деньги, как известно, точно так же, как на клумбы. И бот-фермы, которые работали под Пригожиным и под еще целой группой кремлевских менеджеров, они все продолжают действовать, мы это видим очень активно. И в частности, они по заказу структур, которые тоже уже хорошо изучены, надо сказать, что было много публикаций, причем на публикации на конкретных материалах, на утечках, переписке о том, как работают эти бот-фермы. Про них известно достаточно много. Они буквально как бы выполняют коммерческий заказ губернских администраций или отдельных ведомств, которые сами себя в этой борьбе аппаратной отмывают, пытаются отмыть в кризисной ситуации. Потому что они все хотят класть на стол Путину, так сказать, свои папки, в которых написано, что это не они виноваты, что они все сделали хорошо, правильно. И вот посмотрите, вот публикация. И вот за эти публикации они сами и платят. Поэтому это, конечно, такая крайне извращенная система, так сказать, перекрестной лжи друг к другу, на которой все это держится. В общем, конечно, держится, но тем не менее надо понимать, что оно все-таки все держится и все пронизано ложью, в том числе и на самом верху, там, где принимаются политические решения. Перейдем несколько к другой теме. Суд ужесточил приговор бывшей главе штаба Алексея Навального в Уфе Лидии Чанышевой. Срок лишения свободы увеличили с 7,5 лет колонии общего режима до 9,5 лет. Чанышева, я напомню нашим телезрителям, как и некоторых других соратников Навального, арестовали после того, как связанные с политиком организации признали экстремистскими. Срок и так был маленьким, не маленьким, но вот я смотрю, что довольно-таки часто власти практикуют вот такое вот возвращение к пройденному. Зачем эти показательные ужесточения? Мне кажется, тут нет сомнений в том, что вообще содержанием этого нового президентского срока Путина будет целая длинная, длинная история. Не просто репрессий точных, а именно что-то вроде в формате чисток в отдельных и отраслях, и в отдельных кластерах общества. Поэтому мне кажется, что многие в России это понимают, что в системе образования будут чистки, в гуманитарной сфере. И если сейчас Кремль добивает остатки, буквально уже, практически уже добил, остатки гражданских организаций независимых и выбил уже полностью из страны независимые медиа, то теперь впереди как бы дальше веер чисток в отношении там деятелей культуры. И, собственно говоря, они начались уже до выборов, просто еще не приняли характер таких же арестов и посадок, как в отношении лидеров гражданских организаций. Поэтому здесь то, что конкретно Чанышевой прокуратура требует увеличить срок и опровергает решение суда, ничего в этом удивительного нет. Кремль наметил эту линию. Эта линия сводится к тому, что необходимо абсолютно бескомпромиссно замаркировать, кто свой, а кто чужой. И вот эти чужие, это вот не только те, кто участвовал в какой-то там оппозиционной деятельности, как, например, Чанышева, которая действительно была одним из координаторов региональных штабов ФБК. Но это касается и тех, кто просто имеет мнение, то есть или в прошлом высказывался, или вел какие-то исследования в тех областях, которые теперь Кремлем признаны враждебными, связанными там с нежелательными, недружественными государствами, нежелательными организациями. Сейчас вообще атмосфера в России в этом отношении, в этих кругах, она довольно мрачная, потому что люди, и очень заслуженные, они оглядываются назад в своей биографии, и они не уверены в том, что можно быть инкриминировано, потому что там 7-8, тем более 15 лет назад все российские там гуманитарии, все работники системы образования, все те, кто чем-то руководит, они, конечно, находились в сотрудничестве с европейскими организациями многими, с разных стран, ездили на стажировки, и теперь это все может быть криминализовано. У нас есть пример такой, я видел, что за сотрудничество в 2015 году с чешской неправительственной организацией «Человек в беде», которая вообще, как и многие остальные фонды, работает в 60 странах по разным самым направлениям, за это, как бы, это вменяют в качестве преступления, то есть за события, которые были 8 лет назад, то есть закон тут имеет у них, у Кремля теперь обратную силу. Так что пугает не только увеличение срока чанов, которые требуют, но и колоссальные сроки. Владимир Карамурза больше 20 лет ему дали, и он сидит, и только что произошли очень знаковые аресты, это Олег Орлов, один из лидеров мемориала, и один из его основателей, ему за 70 лет уже, его посадили только что, только что посадили еще советского диссидента Александра Скобова, публициста и известного человека, как в последние годы в прошлом в «Солидарности», где был Борис Немцов, а в последние годы он вместе с Гарри Каспаровым в форуме «Свободной России», его сажают, хотя тоже он как бы уже просто политический ветеран, его сажали еще при советской системе. Это все вот идет, накатывается, и у меня нет ни малейшего сомнения, что здесь весь год, 24-й, 25-й, эти репрессии будут только наращиваться. Далее продолжим по поводу смерти самого Навального. Российское следствие продлило срок проверки причин смерти политика еще на 10 дней. Начали эту проверку еще 16 февраля, и до сих пор никакой официальной информации от государства о причинах смерти нет, об этом написал соратник политика Иван Жданов. Ну вот, казалось бы, да, что мешает государству в кратчайшие сроки напечатать любую причину смерти, так сказать, показать ее обществу. Вот вы знаете, мне кажется, что чем больше затягивают с этим вопросом, тем больше дают понять россиянам, что да, это смерть не случайна, какая бы ни была причина смерти, но это вот режим так именно и устраняет своих противников. Как вы считаете? Да, я думаю, что независимо от того, каким, во-первых, независимо от того, что скажет Кремль, и как бы в итоге, конечно, у большинства людей, которые как-то следили за жизнью и, так сказать, борьбой Алексея Навального, будет убеждение в том, что его убили. Это несомненно совершенно. Изобретательно, но тем не менее убили. Да, не так, как Бориса Немцова, но Кремль показал, что его структуры обладают возможностями, самыми разными возможностями лишить человека жизни. И это так. Что касается вот этого довольно интересного и важного вопроса, а почему сразу Кремль, буквально через неделю или через пять дней, не заявил о том, что, не предъявил, вернее, как бы заключение окончательное, не поставил точку, сказав, что это естественная смерть. Это действительно интересный вопрос. Мне почему-то кажется, что за этим тоже стоит вот эта борьба ведомств, которая чрезвычайно обострилась, особенно вот уже в последние два года, во время фронтальной войны, которую Кремль ведет. В это время эта борьба ведомства обострилась. Они не могут для себя сами решить, так сказать, что тут, кто тут должен быть виноватым. И я думаю, что, скажем, ФСБ, например, вполне возможно, хочет, чтобы какую-то ответственность понесло руководство в СИН, Федеральная система исполнения наказаний, за то, что Навальный все-таки ум. Плюс к этому есть люди, которые действительно начинали процесс возможного обсуждения и обмена Навального. И мы не знаем, какие-то имена были названы, но этим дело, конечно, не ограничивается. Здесь тоже, возможно, есть какая-то башня, которая причастна к этому, и которая хочет получить, и сама хочет получить более определенные сведения. Короче говоря, это борьба аппаратов. Но, тем не менее, надо подчеркнуть. Посмотрите, только что, совсем недавно, Евгений Пригожин был убит вместе со своими соратниками целым самолетом. И в результате, в общем, даже учитывая, что за Пригожиным стоит большая и довольно-таки опасная для Кремля среда, среда людей, прошедших через военные действия, имеющих радикальные взгляды, имеющих свою точку зрения на ход войны, при этом все равно Кремль как бы замолчал, реально замолчал обстоятельства его гибели. Я как раз, Александр, вот хотел привести пример с Пригожиным. Вот именно такая же ситуация была. Сложно, некорректно ставить рядом эти две фигуры, но, тем не менее, поведение Кремля как раз было и схожим. Александр, спасибо вам за участие в нашем эфире. Будем рады видеть вас снова на Фридоме. Александр Морозов, российский политолог, был с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.